Сегодня мы сравним мультимедиа колонки от Edifier, это модель S880DB и S2000Pro. Казалось бы, совсем разные модели, зачем их сравнивать? А нет, друзья мои, вопросы по выбору среди таких систем продолжают быть наиболее частыми и отчаянными. В основном интрига кроется в размерах колонок, что для меня признаться удивительно, потому что различия в конструкции, возможностях и звучании этих систем, по-моему, более очевидны, и вопрос выбора для меня бы не стоял. Ну, например, если у вас приличная звуковая карта с балансными выходами, то S2000Pro ваш выбор однозначно. Также 2000-я имеет больший размер низкочастотных динамиков, как следствие принимают больше мощность, звучат громче и полоса частот у них шире. То есть, Эдики вообще позиционируют их в качестве студийных мониторов, в то время как S880DB больше похожи на сателлиты Трифоника, скажем, модели S360, тех же Эдиков. И вот тут очень важно не сбиться с пути, не пойти на уговоры с лахи продаванной, и решить, что именно вы хотите получить, купив ту или иную модель. При том, что модели одного поколения построены по одному концепту, то есть, это двухполоски с раздельным усилением по полосам, то есть беампинг, реализованный на ДСП, на усилителях с ШИМ класса Д, производства тексасских инструментов, блоки питания импульсные, КПД высочайший, соответствуют всем зеленым, то есть энергосберегающим требованиям, обе модели с пультами-лентяйками, набором входов, аналог, цифра Bluetooth. Но на этом сходство и заканчивается. В остальном же они разные, хотя для многих перечисленных свойств оказалось бы достаточно для выбора, но не всем. Прежде всего это размеры, по размерам модели отличаются раза в два, и для тех, кто живет в стесненных условиях, S2000 Pro могут показаться слишком громоздкими. Далее динамики. Низкочастотные динамики и обеих модели выполнены из алюминия, но у S880DB это 3,75 дюйма в диаметре, а у S2000 Pro это 5,5 дюйма в диаметре. Твиттеры. Титановая купола у S880DB против планаров твиттеров нового поколения у S2000 Pro. Также у S2000 Pro есть балансные входы с закосом под студию, а у S880DB зато есть вход USB, и еще не ясно какой интерфейс дома окажется нужнее. Bluetooth есть у обеих систем, но только у одной из них он IPTX. И это? Правильно, это S2000 Pro. Что с одной стороны нелогично, это же типа мониторы, а в студии Bluetooth не нужен. А с другой стороны, а зачем IPTX таким малышам как S880DB? И так пойдет. Зато у них есть HiRes и XMOS, что вновь противоречит логике. Но можно стать аргументом при выборе моделей. Ну и с третьей стороны, это конечно качество звучания. Отдельно хотелось бы сказать о балансе звучания. Разумеется, он будет разный у этих систем. И вот тут прекрасная возможность реализовать свои творческие амбиции, выбрать из заметно по-разному звучащих моделей тот звук, который вам ближе. Но я предположу, что у S2000 Pro бас будет глубже, от этого смочнее и рельефнее звучание. Зато у S880DB может быть лучше прописана середина, голосовой диапазон, плотнее сцена, собраннее образы. Тем более, что басом они не маскируются. И могут быть различимы некоторые звуки, затерявшиеся в раскатистых звуках более глубокого баланса S2000 Pro. Хотя, высокий класс аудиоаппаратуры именно это и не допускает. Посмотрим, как здесь. Давайте послушаем, как они звучат при прямом сравнении, при одинаковых условиях, на одинаковом наборе трека. Вы решаете, каждый для себя сам, стоит оно того, не стоит. Кстати, я не знаю о цене, сколько стоит та или иная модель, но я уверен, что вы сами сможете найти информацию о цене колонок в своем регионе и дополнить этот обзор. Счастливо, ребята! 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 Счастливо, ребята!